Теперь давайте изучать свойства наших эпидемиографических вычетов и не вычетов. И чтобы изучать эти свойства, я сначала скажу такое. Представьте, что я о каком-то числе А знаю, что это вычеты. То есть число А это остаток разделения какого-то там года. Да, стоя число. И о каком-то числе В я тоже знаю, что это остаток разделения квадрата. Скажите, пожалуйста, если я перемножу, понятно, что у меня здесь должен быть умножение. А это x и веку квадрата. Что я сейчас только что доказал. Какой факт? Если А по П это единица, и если В по П тоже единица, то в таком случае что? А, В по П это единица. И заметьте, пожалуйста, доказательство конструктивное. Это совсем простая вещь. Если у меня есть один квадрат и есть мой квадрат, то их произведение должен быть в квадрат. Дальше, а на самом деле интересно, что вы представьте себе такую вещь, что у нас число А, это по-прежнему квадрат. Число В это не квадрат. Для любого целого числа И. В это не вычерк. Замечательно. А произведение А на В вдруг взяло и оказалось квадратным. Как вы думаете, это возможно или нет? Нет. Нет. На самом деле это невозможно, поскольку остатки отделения на простое число образуют поле. Вот здесь сейчас проблема. Я боюсь, что часть присутствующих эту абсолютно принципиальную вещь все-таки не знают. То, что по простому модулю возможно деление. Я это все-таки быстренько сейчас объясню. Господа, если у вас есть остатки отделения на простое число, вот они вычислены все, да? П-1. И вы каждый из этих остатков умножаете, каждый из этих остатков умножаете на какое-нибудь число, не делящееся на П. Х, 2х, 3х, П-2х, П-1х. Смотрите, что произойдет. Мы здесь четко знаем, Х не делится. Да, вот это был не 0. Произойдет следующее. У меня вот эти числа по-прежнему не делятся на П. Если я каждый раз возьму и посмотрю остатки отделения на П, не может быть, чтобы какие-то два здесь совпали. Почему? Потому что если у нас какой-то КХ даст такой же остаток, как ЛХ, где К и Л это числа удовлетворяющие такому условию, что К меньше, чем Л, а Л не больше, чем П-1, то разность этих чисел должна делиться на П. То есть ЛХ минус КХ должно делиться на П. Но, господа, это есть Х умножить на Л минус К. Х у нас не делится на П. Л минус К тоже число меньшее, тоже не делится на П. Значит, получается противоречие. Произведение двух не делящихся на П чисел не может делиться на П. То есть, ребята, это очень важная вещь. По модулю П можно делить. Что это означает? Вот если у меня здесь есть А и В, не делящиеся на П, то смотрите, здесь есть какое-то число Z. Я вам только что объяснил, что оно где-то должно встретиться в этой строчке. То есть Z в представимом виде Х умножить на какое-то там целое число Т. Отлично. Значит, я здесь пишу, что это Х умножить на Т, где-то целое число. Я здесь вместо А пишу Х квадрат. И вы вдруг обнаруживаете следующую штуку. Что здесь у нас Х квадрат Т квадрат, а здесь у нас Х квадрат Б. Мы, господа, берем, переносим налево, или нам вот Х квадрат Б направо, неважно. Получается, что Т квадрат минус Б делится на П. Проще говоря, Б сравнимо с Т квадрат. Что я сейчас только что доказал? Я доказал, что если А по П равно 1, и Б по П равно минус 1, то невозможна ситуация, что А, Б по П равно 1. Но при этом у меня А и Б не делятся на П. Значит, не равно 1. У меня 0 запрещен, минус 1 запрещена. Значит, у меня что? 1 запрещена, 0 запрещен. Что реально осталось? Осталось минус 1. Осталось минус 1. Замечательно. Значит, если было 1, 1, то 1. Если было 1 минус 1, то минус 1. А вот дальше интересная и довольно неприятная ситуация. Ситуация вот какая. Посмотрим ситуацию, когда 1 будет 1. Ситуация, когда 1 минус 1. Ну и жадность минус 1, 1. Будет минус 1. Это все понятно. Теперь возникает интересный вопрос. Что будет, если минус 1 мы умножаем на минус 1. Итак, я уже делаю заготовку. И сейчас нужно будет написать. Итак, если А по П это минус 1. То есть Б по П это тоже минус 1. А вот интересный вопрос. Что такое в такой случае будет А, Б по П? Ну, во-первых, какие у вас версии? Единица. Единица быть может. А? Единица быть может. Единица быть может, например, в случае, когда А равно Б. Дело в том, что А квадрат по П это всегда единица. Единица может быть. Ну, а если верить в красоту, то? Все. То она всегда едет. Замечательно. Ну, теперь давайте думать. Почему? Почему она... Как-то странно, это довольно сложно понять. Только, вот, если вы пытаетесь это понять, бессмысленно думать на тему, что вот там А никогда не равно и несквадратно. Дело в том, что никогда не равно, это такая достаточно непонятная, что у нас отрицательная штука. Вот, а нужно думать, вот пример, в каком ключе. Значит, господа, смотрите. Вот, скажем, давайте я для примера возьму П равна 12. У нас есть, как я уже выписал, вычеты или не вычеты? Вычеты это числа 1, 4, 9, 10 и 12. Согласны? А не вычеты какие? 2, 5, 6, 7, 8 и 11. Тройка, тройка еще была. Тройка? Тройка где была? А мне вычеты. Вычеты 4, 4, 16. Тройка я забыл просто. Отлично, спасибо. Вот, ну не в этом суть. То есть, сейчас, вот, мне интересна другая. Господа, я сейчас возьму, ну, извините, я не буду писать эту таблицу целиком, потому что это все-таки таблица 12 на 12. Но, пофантазировать-то можно. Вот представьте себе, если я буду выписывать таблицу умножения. 6, там, 7, 8, 11. Ребята, вот, смотрите, эта таблица четко состоит из таких четырех сонок. Здесь у меня вычеты, здесь у меня вычеты. Результат будет что? Вычеты. Дальше. Здесь у меня вычеты, здесь у меня, не, вот, не вычеты. Здесь вычеты. Здесь я только что доказал. Что будет? Не вычеты. Вычеты умножаем на не вычеты. Что будет? А теперь заявление. Господа, вообще, в каждой строке, я вам сегодня доказывал, присутствуют все числа по одному разу. Помните, я выписывал числа, вот здесь вот, от одного до поминутых единиц, умножал каждое на х, и объяснил, что там какая-то перестановка будет, конечно, но вообще-то числа там будут все, правильно? Отлично. А теперь, внимание, вот я умножаю на двойку. Я получаю из них 2, 6, 8, 18, это то же самое, что 5, 20, то же самое, что 7, 12, 24, то же самое, что 11, да? Вот. Здесь я умножаю на двойку, вы меня извините, у меня не вычеты, кончились. А должны быть все числа от одного до двенадцати. Значит, что здесь автоматически будет? Вычеты. Вычеты. Обратите внимание, вот если у вас вариантов всего два, то очень часто получается такая простая реанта, что если у вас все варианты, и половину из них вы уже исследовали, ну, значит, осталась вторая половина. Получается, что мы доказали эту теорему. Понятно? Итак, заметьте, каждая штучка доказывается своим образом. Значит, проще всего доказывается вот это место. Это просто x квадрат умножить на y квадрат, это xy квадрат. Чуть-чуть сложнее доказывается вот это место, поскольку там нужно говорить про возможность деления по модулю p. А вот это доказывается просто, ну, как, тем, что в строчке у нас вот p-1 число, и поскольку не вычеты уже написали, значит, остается только вычеты. Таким образом, мы уже с вами доказали совершенно замечательную теорему. Символ лежанка обладает свойством мультипликативности. Пишем, а по p умножить на b по p, это есть а умножить на b по p. Для любого простого числа p и любых целых чисел а и b узнать символ, это просто нужно перемножить а по p и b по p. Тогда мы сразу находим значение символа а по p. Отлично.